Илья Петрович Воробьев, главный тренер хоккейного клуба «Металлург» к нам подключается. Вы нас слышите, Илья Петрович? Да, добрый вечер. Здравствуйте. С победой вас. И для начала итоги матча, пожалуйста. Хорошая такая игра. Обе команды заряжены. Мы были рады, что мы в третьем дожали. Забили очень важный трудовой гол в большинстве. Такой рабочий. И в пусы потом забили. Спасибо, Илья Петрович. Коллеги, задаем вопросы и не забываем представляться, пожалуйста. Добрый вечер. Замат Шелуков, Медиакорсеть. Первый вопрос. Был удален Чибисов. Честно говоря, не было понятно, за что. И в видео это не попало. Вы поняли эпизод? Эпизод понял, но это командные дела. Мы уже разобрались. Там что-то он не то сказал. Довольны ли вы сейчас составом магнитки? Будете ли искать усиление? Спасибо. Ну, эта работа никогда не заканчивается. Есть и потолок зарплаты, и есть маркет, который не так полон сейчас на данный момент. Поэтому все время смотрим варианты. На данный момент у нас есть состав. Владимир Бакулин, КХЛ. Илья Петрович, сегодня Хольм дебютировал за магнитку. Насколько он сильно сыграл? Как оценить его дебют? Для того, чтобы парень не играл 9 месяцев практически, то он не выпадал и хорошо вписался. Сейчас в конце выцарабал шайбу. Очень здорово. И на синей линии, я думаю, в большинстве он будет добавлять и добавить нам огневую мощь на синей линии в большинстве. Спасибо. Абсолютно не так, как хотелось бы и как нужно. Поэтому какие тут комментарии? Добрый вечер. Азамат Швелуков, Медиакорсет. О малой результативности. Как считаете, с чем-то связанным? Это соперники так хорошо обороняются? Либо может быть, скажем так, с психологией проблемы или еще что? Да нет. Ну, можно сказать, нужно пройти, наверное, через этот момент. Практически, скажем, в сезоне бывают такие периоды. Вот, поэтому тяжело сказать, с чем это связано. Моменты есть, но реализация просто, можно сказать, нулевая. Будем прибавлять, стараться. Что вы скажете об игре второй спецбригады большинства? Да, конечно, вы не так много времени получаете, но иногда вам в обороне приходится чаще играть даже. Что не идет? Спасибо. Ну, что разговаривать, мы за 15 секунд как бы не успеваем в зону даже въехать, поэтому тяжело здесь скомментировать и отвечать на ваш вопрос. Денис Тепев, Горобзор.ру. А вам объясняют, почему вы в большинстве уходите на 15 секунд? То есть это же не так просто получилось, что кто-то смену переиграл. 15-20 секунд – это максимум второй спецбригады большинства. Это ненормально, на наш взгляд. Ну, слушайте, у нас есть тренер, он руководит процессом, говорит, кто выходит, кто не выходит. Поэтому, наверное, это не ко мне вопрос. Игра Салавата как-то совсем так уныло смотрится, моменты так волнообразно создаются. Есть ощущение, что у вас вообще нет особого понимания, как скрывать обороны соперников, какая-то прям апатия впереди. Я прав или не прав? Ну, видите, вам со стороны бедней. Мы тоже пересматриваем. И, в принципе, мнение мое, наверное, с вашим совпадает где-то. Дмитрий, а расскажите, пожалуйста, ну, если так вкратце, понятно, что подробности нельзя о плане на игру. Какая была задача на матче? Не знаю, строго сыграть или что? Опять же, мы не понимаем вообще, во что играет Салават, к сожалению. Слушайте, план всегда один выйти и заработать два очка, выиграть. Не важно, там, хорошая игра или плохая. Понятно, что я вам сейчас не объясню здесь, да, что нам рисуют какие-то тактические моменты. Но, наверное, то, что нам рисуют, наверное, мы не выполняем, поэтому нет результата. Такой тяжелый вопрос, и не знаю, не знаю, как, правда, на него ответить. Наверное, мы не выполняем то, что нас требует. Спасибо большое. Спасибо огромное, Дмитрий. Удачи дальше. Все, я выключаюсь. Да-да-да, спасибо. Спасибо. Сергей Плотников, нападающий хоккейного клуба. Металлорг с нами на связи. Сергей, слышно нас? Да-да, здравствуйте. У вас с победой или начала комментарий по матчу? Спасибо. Какой комментарий. Много было моментов с обоих сторон. Шайбаньо Кони заходил, в разаре играли отлично. В концовке, благодаря удалению и хорошей игре нашего нападающего Расмуссона, мы вышли вперед, и уже стало легче. Сейчас, секундочку. Владимир Бакулин, КХЛ. Сергей, насколько сейчас не хватает магнитки, соответственно, Пашнина и Прохоркина? Ну, это два больших мастера. Всегда не хватает таких людей. Миша у нас играет в жесткой манере. Его не хватает защиты, потому что не очень приятно с ним играть, когда он на поле. Поле не хватает, так как много креатива вносит в нашу игру. Но у нас достаточно большая глубина состава, так что все нормально. Люди их заменяют, и, как видите, вступаем неплохо. Сергей, ну у вас звенят такие хорошие силовые ребята, да? Собраны тот же самый Чибисов. Вот все-таки в чем секрет такой удачной игры? Не знаю, может, нашли друг друга. Может быть, просто удачный момент сейчас, наверное, в сезоне. Чуть-чуть поменяли звенья, и как-то с новыми эмоциями, наверное, пошли. Может быть, так. Что говорили тренеры в концовке матча? Такой скользкий счет был, да? 1-2, и нужно было как-то вывести шайбу, может быть. Что нужно было сделать? Ну, ничего особенного. Не заигрываться в своей зоне. Если надо, то выводить. Если есть возможность, то больше играть в чужой зоне. В принципе, наверное, то, что мы и делали. Ну, у «Магнитки» уже победная серия составляет 5 матчей. Вот за счет чего удалось этого добиться, такого хорошего результата, можно сказать? Ну, много разговаривали, много тренеров стали говорить. Много носить нюансов, постоянно о них указывать. И, наверное, больше пришло понимание, как действовать нам сообща, чтобы добиваться общей победы. Что не нужно, наверное, надеяться только на себя. Нужно надеяться на партнера и на всех пятерых, кто находится на поле. Денис Тейпов, Горобзору. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, третий гол, который вы забили в пустые ворота, продавили. Казалось, что... Ну, ваш партнер побежал, меня-то сказал, что вы тоже на скамейку побежите. Можете так детально разобрать, как надавили, за счет чего, когда поняли, что надо давить и можно? Ну, я не собирался идти на смену. Не знаю, кто там партнер мой, я не видел, если честно, он был сзади меня. Я просто хотел верхом выбросить шайбу и пойти прессинговать, то есть, чтобы не было проброса. Ну, попал в их защитника. Скочила шайба, по-моему, кому-то из нападающих. И я просто не останавливаюсь дальше, продолжил прессинговать, отбирать шайбу, вот и все. Сергей, ну, вот Металлург на днях усилил Меркл Пеллина, да, известный такой специалист североамериканский, который хорошо ставит именно игру в большинстве. Вот что изменилось в Металлурге своего прихода? Ну, лишний человек, как говорится, не помешает, тем более такой. Много подсказывает мелких деталей, нюансов на 5-4 и не только. Поэтому каждая помощь, наверное, нужна, и особенно в лице такого человека. Спасибо. Огромное спасибо, Сергей. Удачи и с победой еще раз. Спасибо. Томми Ламса, главный тренер хоккейного клуба. Слава Тюлаев. Оценка встречи. Томми, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. 1-3. Безусловно. Добрый вечер. И, again, little bit same kind of problems, like, against Dynamo Moscow. So, we didn't have enough desire to win this game. And I think Magni today earned two points. It was 1-1, like result was even. But third one, two really bad penalties for us. Like, if you want to win a game, you can take penalties like this. Power play, we had a chance. With power play, but we couldn't score. So, I think, basically, that was the story today. I think that today is a key moment. I think that today, today, first Barano, he left the game, then Gimato, two guys from 2nd power play. So, that's why I wanted to give more ice time for the first one. And in my philosophy, it always goes like this, that first power play. There is one power play, who I trust, and the second one is like a kind of support. And we scored one power play goal today, and I think, like a big picture, our power play, it's been pretty good all season. If we take a season, in general, our game, it's been a big part. большинства, которое сегодня отличилось, а второе является таким вспомогателем, который помогает второму нашему первому звену. Алексей Горенов, Московский комсомолец. Томя, а что с ротацией защитников? Почему у нас в ротацию попадает постоянно один Лисовец с Семеновым, а может быть стоит другим ребятам тоже периодически давать отдыхать, а может быть Лисовцу как раз побольше дать поиграть, не хватает сейчас в атаке как раз с остроты, которую он может добавить? Да, я согласен. Лисовец, он более offensively-minded defenseman. И сегодня мы у нас планируем, что мы нужны Семенов. Он очень, сильный, defensively-minded defenseman, и поэтому он был в нашем линопе. Но я думаю, что мы у нас довольно solid. У нас есть Панин, Ларсен, Коледова, Науменко, Команд, and then we have Алексеев и Бирюко. So that's why we changed, we took SEM in our lineup today. Мы использовали сегодня Семенов, потому что по нашему плану мы посчитали, что он нужен такой большой именно защитник оборонительного плана, поэтому сегодня именно он играл. А что касается Лисовца, то да, с вами согласен, он такой более атакующий, направленный защитник, но сегодня именно потому что у нас такой был план, то мы решили поберечь его, и он сегодня не сыграл. Тем более, если говорить о самой ротации, то у нас есть такие три сформированные уже пары. Первая пара Пайн Ларсон, вторая Науменков-Кольдов и третья Бирюков-Алексеев, поэтому мы решили вот именно ротацию производить именно там. Денис Тейпов, Горобзор.ру. Вот вы часто говорите, что кто-то в команде не дорабатывает, например, по звеньям. Есть моменты, что вы светуете на глупые ошибки. Вы работу, вы ошибки в своей работе видите, или вы идеально работаете, на ваш взгляд? Да, for sure. Да. I think we all all do mistakes. We all, I mean. the thing is during the season, season is long and the thing is how we can learn our mistakes here in our team and of course as a coach you need to learn and every day keep your eyes and ears open. Да, я с вами согласен, что и тренер, и как игроки все вместе мы совершаем ошибки и из этих ошибок мы должны делать выводы и учиться на них, поэтому, как и главный тренер, я должен всегда держать ухо в острове, внимательно за всем следить и у нас длинный сезон, поэтому, естественно, от ошибок никто не застрахован. Сегодня Эдуард Гематов заблокировал бросок лицом, потерял несколько зубов. Вы готовы взять свои слова о том, что четвертое зено не дает энергии команде назад? Да, сегодня, Гемат играл хорошо, и это было, я думаю, он дал энергию для нашего команды, и это было очень грубо, для него и для нашего команды, что он не мог играть весь игру, но он играл хорошо. На прошлой пресс-конференции вы говорили, что команде нужен один грязный гол, с отсколка с добиванием, чтобы команда начала больше забивать. Сегодня это грязная шайба с отсколка была, но команда больше забивать не стала. В чем причина? Получается, ваши слова оказались неверными? Да, мы все нужны эти голы. Мы все не нужны эти голы. Мы scored один гол сегодня. Но сейчас это самый проблемный в том, что если мы проверим стандинги и сколько мы получаем, мы как в КХЛ мы score большинство и всегда нужно посмотреть большинство. Это всегда легко увидеть только один game. Но как команды и команда нужно посмотреть большинство. Но сейчас мы боремся с победителем, и это нашу большую проблему. Мы работаем каждый день, и, конечно, мы вернемся и боремся с этим, и мы вернемся даже сильнее. Мы работаем постоянно над этим, да, пока не получается, но мы будем бороться с тем, чтобы переломить эту ситуацию. А вас не смещает в последних четырех матчах две заброшенные шайбы? Вы ходите в топ-3, нас играли почти больше всех в лиге, у вас там с остальными соперниками на 3 на 4 игры больше, спасибо. Я думаю, что это не достаточно. Я думаю, что мы все знаем, что это не достаточно. И вы играли больше игроков, чем другие соперника. Да, если мы имеем почти три балла, то это очень хорошая сумма. Я думаю, что если играть о картине в целом, то в среднем мы забиваем около трех шайб, плюс-минус, то в общем это нормальная картина для хоккейной команды. Здравствуйте, Азамаш Луков, Медиакорсет. Как Гематов, почему перестал играть Баранов после первого? У обоих игроков очень серьезные повреждения. Во время второго большинства на короткое время была смешанная спецбригада. После паузы игроки второй спецбригад начали уходить по очереди, а не сразу. Это вы пытались что-то новое придумать или просто путаница во время смены? Да, это было только шайб. Было несколько мужчин, которые прожили так быстро, и они не могли вернуться. Так что это было просто шайб. И это тоже был мой ошибок. И я не коммуницировал достаточно четко. Может быть, им наоборот нужно больше времени. Спасибо. Да. В последние игры мы уже изменяем много игроков. В нашем втором паре, который мне нравится сегодня. Потому что Гемат остался, Баранов остался. И иногда мы с 2D, иногда с 1D. Мы изменяем много игроков, и я думаю, что это причина. Я думаю, что, наверное, главная причина, что у нас есть постоянные изменения. Если говорить о сегодняшней игре, у Баранов и Гематов выбыли. Мы пробовали схему с двумя защитниками и с одним защитником. И думаю, что именно это и есть влияние того, что пока не получается такой достигранности достичь. Вы можете что-то позитивное из сегодняшнего матча извлечь все равно? Спасибо. Ну, конечно. Конечно, конечно. Конечно, это было плохо. Но я думаю, что наш ПК сделал очень хорошо. И Юха Метцело играл хорошо. И это всегда очень важное. Когда голы... Тарасов играл много игроков, и он играл хорошо. Юха вернулся. Он был очень хорошим игроков. Это очень важное для будущего. Ну, скажу для будущей игры команды. Хорошо, что Юха так уверенно вернулся после своих болезней. До этого Тарасов прекрасно себя показывал. Сейчас Юха после того, как переболел, снова вернулся на лед. И сегодня хорошую игру провел. Ну, и выделю позитивную игру нашего меньшинства, потому что у нас был серьезный соперник. Но, считаю, мы достойно сыграли в меньшинстве. Томми, почему за две с половиной минуты до конца матча вы не взяли тайм-аут? Да, я вернулся, что мы можем создать еще один фейс-офф. В конце концов, когда у нас есть пара-плей. Потому что сегодня мы не имели... Потому что у нас не было второго пара-плей. Я вернулся, что мы можем создать еще один фейс-офф в зоне противника. И я могу дать время для первого пара-плей. Акцент был сделан на том, что нам нужно было заработать еще одно вбрасывание в чужой зоне. И затем, да, мы могли бы взять тайм-аут. То есть мы старались найти этот момент, чтобы в зоне закрепиться, заработать вбрасывание. И там бы мы уже взяли тайм-аут. Потому что у нас вторая сегодня атакующая тройка большинства, пятерка большинства такая была расформированная. И нам нужно было дать небольшую паузу нашей первой пятерки. Поэтому, да, мы на это надеялись. Но, к сожалению, так получилось. Томя, ваши земляки отказались ехать в сборную на этап Евротура. Как прокомментируете этот момент? И не считаете ли вы, что, в принципе, вот первая тройка подустали и в равных составах не видно от них опасных моментов? Ну и большинство пока все-таки не так, как раньше хорошо выглядят? Да. А на финансовом финансовом, я не имею в виду никаких комментов. Но я согласен. Сезон очень долго. И мы играем 60 пре-сезон games, и регуляр-сезон games, 60 games. И там будут моменты, например, в первую очередь, они не так хорошо. И я думаю, что мы сейчас живем. И сейчас мы имеем в виду моменты, когда ребятки не так хорошо, как они были раньше. Но мы должны продолжать работать. И ребятки вернутся, конечно. Что касается вызова игроков национальных сборных, здесь я оставляю без комментариев. По поводу нашей первой тройки нападения, да, с вами, очевидно, согласен, что какой-то свежести уже не хватает. Но отмечу, что сезон очень длинный. И поэтому в такой момент, и как мне видится, он, возможно, сейчас уже и наступил, что свежести ребятам не хватает. Но самое главное здесь, лишь продолжать в этой ситуации работать, работать. И только это остается. И я надеюсь, что в ближайшее время то есть парни наберут кондиции снова. Те, которые были до этого спада. Томми, есть мнение, что у вас есть только вера в иностранцев и в Александра Кадейкина. Скажите, оно правильное, судя по тому, как распределяются роли в команде, так и есть. Спасибо. Ну, это... Кадейкин, это, конечно, он хороший центр. Я думаю, это лучший центр в этой лиге. И всегда внутри команды у вас есть баланс. У вас есть баланс. И у вас есть время. Но я не знаю. Я верю в каждого игрока в нашей команде. Естественно, в команде необходимо соблюдать баланс. И если мы говорим в частности о Кадейкине, то это один из лучших центров в этой лиге. Поэтому здесь, я думаю, что комментарий исчерпывающий. Все, у нас вопросы закончились. Огромное спасибо. Thank you, Tommy. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok